Остается, и я не слышал о планах ее оттуда переводить. Во-вторых, ну... Все-таки терпелив президент Путин. Насколько все-таки терпелив? Мне кажется, это очевидна история, которая отражает прежде всего безысходство нынешнего правительства Великобритании, особенно в ситуациях, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из Евросоюза. Но ответ будет очень слабый. Вас верю. Это верю. Сергей Николаевич, у нас не такой председатель, но не такой. Военный и военно-технический вопрос. Надеюсь, что вы как-то его задавали, и он возникал в ходе общения с тех узелевшими. Вы понимаете, что этот ответ мы, как вежливые люди, сначала доведем на наших британских коллег. И в отличие от них, когда они хватаются за микрофон, чтобы объявить, что во всем виновата Россия, что мы отравили господина Стрипаля и его дочь, и что мы вообще производим какое-то химическое оружие в нарушении своих обязательств, мы публично стараемся подобного рода вопроса, когда у нас возникают сомнения или подозрения, не задавать, пока мы напрямую с конкретными людьми не поговорим. Это, по-моему, и вежливо, так поступают джентльмены, но их становится все меньше и меньше. Хотелось бы задать как политологу вопрос политического характера.